здравствуйте все уважаемые доолингисты тойфлисты и ойлдсисты меня зовут репетитор дмитрий я готовлю людей к тестам английского уже много лет и не только к тестам к собеседованиям а также интенсивный разговор на английский мы одолеваем хочу вам сказать что тест дуолинго на который мы сейчас с вами смотрим это очень интересный увлекательный и оригинальный тестик чем он мне очень нравится вот это задание описание фотографии письменное это классное задание на самом деле она проверяет вашу способность быстро оформлять свои мысли на английском да действительно быстро потому что у вас всего одна минута пока эта минута начинается вы естественно волнуетесь пока вы всматриваетесь до боли в эту картинку еще будем учитывать что у разных людей разное зрение все таки да и картинки тут не огромные ни какой-то не 4k вот и пока вы всматриваетесь уже несколько секунд очек пролетает а вам же нужно писать сколько писать дуолинго давайте назовем дуолинго администрация да как то вот ну в общем администрация дуолинго они не рекомендуют нам конкретное количество слов но мораль такова чем больше тем лучше безусловно вы понимаете если вы напишите тут четыре слова а и кэнси people ну получите условно скажем из 160 там 20 баллов или 30 потому что проверяющий и алгоритм и человек они не могут заценить ваш английский из четырех слов соответственно чем больше тем лучше это однозначно вопрос если больше да то сколько предложений да в общем давайте чтобы я вас не утомлял философствованием скажу вам так я считаю если вы три предложения нормальных можете написать вы уже большой молодец большой герой три хороших предложения пытаемся я всегда этого пропагандирую выразить красоту своего английского в первом предложении в первую очередь почему потому что как вы знаете первое впечатление да пускай даже алгоритм какой-то будет вас проверять но все равно вы же понимаете вот вы смотрели фантастические фильмы всякие да люди всегда любят приписывать и к си компьютерным системам какую-то душу да уже вот понимаете что вы на робота оказали благоприятное значит впечатление а это впечатление формируется первым предложением это во первых во вторых вы можете от волнения или еще там от чего-то запнуться задуматься и второе предложение даже я молчу про третье уже второе вообще не дописать по-нормальному соответственно вся красота вашего английского будет оцениваться по вашему первому предложению и имеет смысл делать его не in this picture i can see 1 2 3 4 5 people . а потом уже типа я буду писать что-то по умнее да нет смысла подход тут лучше такой что на этом вот на этом фото я вижу пятеро людей выстроенных в линию я понимаю что выстроенных линию когда волнуешься и на английском можно реально заглючиться как говорится и в общем и потратить 30 секунд моргая глазами поэтому стараемся так чтобы чтобы помоднее чтобы мы смогли это сделать я вам всегда об этом говорю вот поэтому на этой картинке я вижу пятеро людей которые построены в линию они скорее всего шагают вперед руки значит руки у каждого человека положены на плечи впереди идущего человека ну вот возможно это зарядка это упражнение тренажерном зале какая-то спец медицинская группа или это просто шутка как бы веселое мероприятие в компании но в таком духе если тут сматриваться дальше мы видим что спереди мужчина по моему я честное слово не буду тут утверждать потому что качество качество фотографии не супер и ну вроде мы на мужчину похож может это инструктор для вот этих женщин может эти женщины у них проблемы там с опорно-двигательным аппаратом и он на доктор значит он же массажист он же женец и жрец и швец он им показывает значит они делают какие-то упражнения помните что дуолинго в данном случае все равно на самом деле угадали вы так сказать истину что там происходит или нет их интересует красота вашего английского поэтому если вы от волнения напишите например что это вероятно их босс но красиво это напишите а не массажистом а он на самом деле массажист да типа это очевидно вам за это я считаю балл не снизят потому что вы от волнения можете ошибиться а вот если вы напишите правильно что то например там какой-то физрук массажист но напишите это так коряво с кучей ошибочек и так далее ну и соответственно балл будет очень низкий так значит у нас смотрите какая еще там рекомендация вам когда вы будете это делать начинаем печатать сразу вступление ваше я считаю вот это in this picture i can see или there is the raw или the picture shows the photo shows the polychromatic photo shows or depicts or features оно не имеет принципиального значения если у вас уровень английского хороший то есть чем выше у вас уровень английского тем вот это вступление c она имеет меньшее значение и алгоритм это четко определит потому что красота вашего английского будет раскрываться дальше что вы напишите по сути а не долго здесь печатающий луз поэтому не заморачивайте сильно я считаю на вот этом здесь печатающий луз если очень хочется заморачиваться как говорится заморачивайтесь прописывайте каждую буковку всматривайтесь но вы потеряете полминуты на этой бессмысленной просто фразе можете вообще без этого начинать писать сразу там дэра там several people five people lined up one after another и их там и поехали то есть вообще без этого the picture shows вот главное чтобы потом поразили алгоритм и это ваш экзаменатора окей есть много нюансов все 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 я и не могу и не хочу вам озвучить потому что это видео затянется на пару часов во вторых вы же понимаете как ты его тут не философству и пока вы это сами несколько раз не сделаете то все будет понятно все вроде бы классно да но когда вы садитесь и за ограниченное время пишите наступает у многих паника или паралич и так далее поэтому надо это делать в идеале и безусловно делать это с мудрым репетитором если у вас средний допустим уровень английского просто средний я молчу уже на начальном вы не сможете как не сможете человек это неограниченное существо да он там может все но знаете как может все надо же научиться это мочь поэтому вы не сможете сами себя не то что проверить а со стороны посмотреть и посоветовать да вот для этого надо репетитор поэтому кстати да если вам нужна профессиональная помощь и за короткое особенно время сделать чудо с вашим английским для дуолинго айл стауфул сайте и всех 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 не буду все перечислять обращайтесь я считаюсь очень очень эффективным репетитором особенно что касается эффективно интенсивной подготовки а именно это зачастую нам и надо то есть редко попадать такое что у человека готик там или два и он можно обычно там через две недели тест боже надо что то делать я осознал что я пенек в английском низкосрубленное дерево да а мне надо там ну и так далее вот и нужно что то делать окей значит что давайте приступать чтобы вы не сердились что я много философствую без этих философств они не будет дела понимаете потому что надо вас настроить и ввести в курс дела может быть вы первый раз смотрите это видео ну как первый раз первый раз только начали готовиться к дуолингу и вообще еще пока ничего не знаете и если просто тут опишу да я раздораю ну еще дальше ну посмотрите вы скажете ну ничего ну пойдете дальше и толку никакого нам надо это обсудить так итак давайте не будем сейчас засекать эту минуту раз она уже прошла я буду печатать вот так как я отвлекаюсь и всякое такое я могу ошибочек наделать но немного много не ожидайте а вот где-то ошибочку какую-то что-то буковка или грамматическая конструкция вы можете не согласиться со мной но и прекрасно подумайте как бы вы описали и так предположим я вот это все рассмотрел это все сможет занимать доли секунды вы как анализируете интенсивно значит пол у нас тут скорее всего ламинат да ну например я там тут какие-то лавочки или подставочки наверное деревянные или что-то там лежат какие-то вещи да стена серая помещение довольно длинное смотрю то есть объемная немаленькая кухонька в коммуналке да потом тут какая-то красненькая неведомая фигня ну на стенке ладно не будем они писать пять человек в основном смотрите женщины насколько я понимаю зрелого возраста перед ними мужчина наверное какой-то инструктор они хороводиком идут куда-то или не идут а может стоят там и подпрыгивают руки положены на плечи впереди стоящего улыбаются в основном настроение хорошее темновато в комнате по крайней мере фотография такая темноватая то есть или освещение не хватает или специальное такое освещение в основном люди одеты в джинсы женщины в джинсы инструктор в шортах вот ну в кедах футболочках ну вот вот это всякие там афроамериканцы так далее не пишите но вы можете обидеть кого-то как вы зацепить вам за это снизят балл и я уверен и еще и зачем оно вам надо это вы просто потратите умственную энергию там афроамериканс или еще чего-то или блэк некоторые пишут black people ну в общем этой культуре вас никто не учил общение поэтому лучше я бы на вашем месте вот эйзиан афроамериканс там хинду я бы не трогал все люди как бы в мире человеческие существа они равны так сказать и все прекрасны поэтому не будем отвлекаться на эту фигню итак давайте напишем первое предложение помните оно должно быть у нас большое и аппетитное там им стандартно что-то там in this photo in this photo i can see five people пишите если можете словами я уверен это вам микро микро прибавит балчик только если можете если какой-то там 18 вы чувствуете что вы споткнетесь то ладно уже пишите 18 цифрами in this photo i can see five people lined up lined up выстроенных lined up one after another and holding holding their hands on the shoulders of the person in front окей ну вот смотрите вроде бы так и я не особо не разгонялся уже 25 слов in this photo i can see five people lined up one after another and holding their hands on the shoulders of the person in front окей i guess можно так чтобы я так полагаю какой-то i guess i guess it is a special physical exercise exercise conducted by by the instructor who who is a man давайте напишем male who is a male and leading ну лучше тут who is повторить потому что, ладно, потом вам скажем and who is leading this group да ну вот, по идее, по идее уже минутка скорее бы все у меня закончилась хотя, я вам хочу сказать, если вы умеете печатать быстро то минуточка может и не закончилась вы можете это написать за 20 секунд, вот это вот, если вы знаете, о чем писать давайте третье так, теоретически что могли бы еще overall the atmosphere in this room is friendly friendly and full of enthusiasm ну вот полна энтузиазма атмосфера, значит смотрите, я старался более-менее где-то где-то написать такие словечки смотрите, enthusiasm да, ну friendly это детский садик conducted, male ну что еще тут, shoulders ну тут line up такие словечки, которые хоть как-то, как-то показывают что вы на английском чего-то можете писать то есть, естественно, можно было написать там вместо вот это overall the atmosphere in this room is friendly например так, скажи это попроще там I think that people are happy and they are having fun можно? можно за это вам поставят нормальный балл? поставят но какой нормальный? никто не знает какой но я так подозреваю если мы берем 160 то там 80 вам и поставят потому что вы не раскрыли красоту своего письменного английского в основном duolingo писанина вот это из пеканина это самая низко оцениваемая как бы секция и subscore такой подсчет под балл из всех баллов на duolingo это почти у всех то есть очень часто люди имеют 120-130 по другим секциям и 80-75-65 там 5 по по production то есть продуцированию речи письменной дуолинго очень жестко как бы критично оценивает ваши вот эти навыки соответственно если вы просто тут напишите I love you ну то и получите там 50 баллов из 160 нужно натренироваться писать так чтобы это производило благоприятное впечатление но при этом вы смогли это сделать ну вот типа такого подумайте как бы вы написали естественно я тут не написал что они скорее всего шагают вперед или подпрыгивают или на цыпочках или еще чего-то тут можно писать целый час бывают фотографии скажем так скучные которые вы ну как смотрите ну боже ну что тут можно написать ну просто девочка улыбается и все на фоне серой стены а бывают фотографии наполненные динамизмом и вот много тут таких деталей нюансов что тут можно писать и писать и писать ну нам же всего минутку дали поэтому вот за такое уверен я поставлю хороший балл больше 100 100% так ну давайте еще одно рассмотрим я не знаю что у нас сейчас попадется какая фотография следующая абсолютно это интересно вот видите значит у нас тут так бросаем быстрый взгляд беседует в комнате да мягкие кожаные всякие диваны и кресла да это может быть психологическая консультация какая-то это может быть офис какого-то босса какой-то компании вон там папочки с документами да тут какие-то досточки с какими-то такими цветными бумажками наверное сертификаты вот может это тренинг какой-то может это после работы люди собрались пьют чай вот помните я вам всегда говорю дуолингу ну как он не накажет вас если вы не угадаете что тут происходит поэтому в принципе употребляйте такие слова как probably возможно maybe perhaps и так далее окей ну начинаем писать смотрите время не засекал там уже there are several talks several people in the room in the room probably having a discussion or training in a company they are seated они у нас сидят in soft ну допустим какое-то словечко давайте им покажем там luxurious armchairs and sofas facing each other смотрят друг на друга and enjoying ну тут я уже так знаете когда не знаю что писать and enjoying the conversation да у нас там была discussion да а у нас the conversation ну вот and enjoying the conversation если я смотрю что у меня еще времечко есть то я могу тут конечно in the background in the foreground ну давайте я напишу так для примера как бы in the foreground i can see a polished table такой вот полированный стул while в то время как типа in the background one in the background чтобы не повторять i can see there are there are так как эти bookcases да у нас ну пускай будут нет он уже у нас там один да поэтому there is a bookcase with several как они folders files file keepers ну давайте там как-то file folders ну папочки file folders которые у нас which is так there is a bookcase which is located right near даже next to давайте right next to the open window ну вот можно было еще там что окношечка пропускает яркий свет который заливает всю комнату ну естественно что я вам хочу сказать что вот это вот в принципе если я был бы настроен ну я знаю что писать я бы более-менее быстренько печатаю хотя бы двумя пальцами я бы вот это написал за минуту ничего тут такого ничего тут такого недостижимого нету я вам хочу сказать безусловно если вы многие из вас написали хотя бы вот эти два ученика два предложения где там вот так вот без ошибочек то есть нормально уже вы можете рассчитывать на хороший бальчик да все нормально будет так ну что друзья я думаю что на сегодня хватит я уже тут долго философствую я надеюсь что это видео поможет вам многим из вас почувствовать суть этого дуалинга райтинга если нужна профессиональная помощь обращайтесь ссылочки все в описании есть это видео мои сайты там формы до заполнения или просто контакты можете по ватсапу написать так что обращайтесь я помогу чем смогу вот если сами хотите но вам нужно брать кучу картинок любых и описывать их только же вопрос кто вас кто вам поможет подскажет вот в чем проблема писать найти картинки это не проблема слава богу в современном компьютерном мире а вот обсудить да и вот подсказать это вопрос окей я желаю вам успехов на дуолингу айлсах тойфлах и встретимся в следующих видео